Слово для выступления представляется врачику-космонавту, герою Советского Союза, майору Николаеву Андреяну Григорьевичу. Дорогие товарищи, позвольте мне от всего сердца поблагодарить родную коммунистическую партию Советское правительство, вас, сидящих в зале, весь наш народ и лично дорогого Никиту Сергеевича Хрущева за все то хорошее, что сделано для нас, летчиков-космонавтов. День космонавтики, который мы сегодня отмечаем, это замечательный праздник, праздник побед труда и человеческого разума над силами природы. Он рожден нашей эпохой, эпохой торжества, социализма и коммунизма. Весь мир был изумлен и восхищен первым полетом советского человека в космос и навсегда останется в памяти людей 12 апреля 1961 года. После полета Кагарина прошло всего 4 месяца и космос встречал нового советского космонавта. Герман Степан Щитов совершил суточный полет 17 раз облетел нашу планету под названием Земля. Он первым доказал, что человек может жить и работать в состоянии невесомости. Штурм космоса продолжался. Летом прошлого года на орбиту вокруг Земли вышли два космических корабля «Восток-3» и «Восток-4». Это был новый триумф советской науки и техники. Мне и Павлу Поповичу выпало счастье совершить многосуточный групповой полет. В общей сложности «Восток-3» и «Восток-4» 112 раз облетели земной шар. Покрыто расстояние свыше 4 миллионов километров. Временами наши корабли находились так близко, что мы видели друг друга. И все это время мы... И все это время мы себя чувствовали отлично. Советские ученые, инженеры, техники, рабочие хорошо позаботились о том, чтобы нам очень было удобно и работать, также и отдыхать. И мы за это бесконечно им благодарны. Товарищи, совсем недавно Павел Попович и я побывали в Бразилии. Там на выставке Сан-Паула мы видели капсулу, в которой американский космонавт Уолтер Широ совершил шесть орбитальных витков вокруг нашей планеты. Скажу откровенно, не хотелось бы мне оказаться на его месте. Вы не представляете, насколько тесной и неудобной выглядит эта капсула по сравнению с кабинами наших замечательных космических кораблей «Восток». Смотришь на это ненадежно американское сооружение и поневоле еще раз испытываешь гордость за нашу Родину, за народ, создавший такие мощные и совершенные космические корабли. Групповой полет кораблей-спутников убедительно показал, что возможны еще более сложные и длительные космические полеты как по орбите вокруг Земли, так и на другие планеты. В Советском Союзе осуществляется широкая программа по исследованию и освоению космического пространства. Помимо космических кораблей с человеком на борту, за последнее время были запущены автоматические станции к планетам Солнечной системы, Венеры и Марсу. А совсем недавно ближайшая соседка Земли, Луна, четвертый раз принимала привет от космического посланца Земли. Первая советская ракета, как говорится, проторила дорожку. Вторая доставила на лунную поверхность вымпел с гербом Советского Союза. Третья подарила людям фотографию невидимой обратной стороны Луны. Четвертая еще больше обогатит наши познания о небесном соседе. Сначала разведка автоматическими станциями, а придет черед и ступит на лунную поверхность нога космонавта. Мы уверены, что советские люди, прокладывающие человеческий путь к коммунизму, будут пионерами в осуществлении таких полетов, первооткрывателями дальних миров. Дорогие товарищи, наш народ занят мирным созидательным трудом. Успешно претворяет в жизнь принятую 22 съездом величественную программу построения коммунистического общества. Он кровно заинтересован в прочном и длительном мире и никому не угрожает войной. Советские космические корабли служат исключительно интересом науки, делу креплений мира на Земле. Мы не используем космическое пространство как полигон для испытаний термоядерного оружия. Коммунистическая партия, советское правительство с момента запуска первого искусственного спутника Земли настойчиво борются за то, чтобы просторы Вселенной осваивались в интересах мира и прогресса всего человечества. Последовательную, миролюбивую политику Советского государства горячо одобряет и поддерживает все люди доброй воли. Нам, летчикам-космонавтам, пришлось с пружественным визитом посетить многие страны, встречаться с различными людьми. И очень часто бывало, что даже тот, кто не разделяет наших идеологических взглядов и политических убеждений, все же вынужден признать высокий уровень развития советской науки и техники, неоспоримое превосходство нашей Родины в освоении космоса. Простые люди знают и любят Советский Союз. В этом мы еще раз смогли убедиться во время пребывания с Павлом Романовичем в Бразилии. Эта поездка оставила в нашей памяти огромные впечатления. Мы провели там более двух недель и всюду нас очень радушно и искренне принимали. Мы ощущали не только тепло рукопожатий, но и тепло сердец мужественного и трудолюбивого бразильского народа по отношению к нам, представителям Великого Советского Союза. Особенно запомнилась встреча с представителями 30 крупнейших профсоюзов. На этой встрече выступил рабочий Металлур. Он вышел на стену прямо из залы с искренней теплотой, сказал, «Мы знаем, что советские космонавты – посланцы мира. Мир – это священное слово». И он прочитал свои стихи, посвященные космосу и миру. Весь зал стоя аплодировал успехам советского народа в освоении космоса. Первую бразильскую международную выставку по авиации и космонавтике в Сан-Паул обычно посещало в сутки в среднем 5-6 тысяч человек. Но когда мы, представители страны Советов, прибыли туда, эту выставку стремились посетить десятки тысяч. На выставке были разные экспонаты. На одном из стендов мы увидели портрет основоположника ракетоплавания и космонавтики нашего соотечественника Константина Эдуардовича Циолковского. Рядом с ним находился портрет пионера бразильской авиации Сантоса Тюмена. Над портретом было написано, «Ученые служат миру». Хорошая надпись. Очень ясно сказано, каким целям должна служить наука. Мне еще раз с этой трибуны хочется поблагодарить бразильский народ, его президента Жао Гуларта, за госприимство и добрые пожелания советскому народу. Товарищи, прошло два года с того времени, когда первый советский человек поднялся в космос. Сейчас нас четверо. Пройдет какое-то время, и вы узнаете новые имена, узнаете, каких чудесных людей воспитала наша Родина. А пока мне хочется от души пожелать им, как говорят у нас в авиации и в космонавтике, высокого неба, славных подвигов во имя советской науки, во имя нашей могучей отчизны. Слава нашему героическому советскому народу, покорителю космических далек. Да здравствует родная коммунистистская партия, вдохновитель и организатор всех наших побед! АПЛОДИСМЕНТЫ